В программе мероприятия специалисты рассматривают вопросы регулирования использования радиочастотного спектра в нашей стране и в мире, выдачи лицензий и осуществления контрольно-надзорной деятельности в сфере связи. Одна из ключевых тем форума – это внедрение цифрового телевещания. Инфраструктура, дающая возможность развертывания первого, второго и последующих мультиплексов, уже полностью готова в 83 субъектах России. В некоторых регионах цифровая трансляция ведется в тестовом режиме. Переход на многоканальное вещание по всей стране зависит от экономики телевизионных компаний, для которых оплата услуг второго мультиплекса, то есть каналов, не входящих в список обязательных, достаточно проблематична. В связи с чем был принят закон об обязанности операторов кабельного и спутникового вещания бесплатно распространять каналы всех уровней. Таким образом, аналоговое вещание уже постепенно уходит в прошлое, ведь зрители хотят видеть качественную картинку и слышать хороший звук. У нас многоукладность распространения телевизионного сигнала, то есть все способы. Эфирное, аналоговое телевидение, эфирное, цифровое телевидение, кабельное телевидение, непосредственное спутниковое вещание. Каждый человек выбирает для себя наиболее оптимальную для него модель, бесплатную эфирную или платную, кабельную или спутниковую, в конце концов, IP-телевидение. И я уверен, что подавляющее большинство наших граждан смотрит то, что они хотят, и в дальнейшем ситуация будет улучшаться. В конце концов, мы дойдем до самых отдаленных регионов нашей страны, и все будут иметь многогранное телевидение. В рамках форума «Спектр-2015» 24 сентября пройдет главная IT-конференция «Рунета». Участники обсудят новые требования закона и правоприменительную практику в сфере использования информационно-коммуникационных сетей. Отдельные секции будут посвящены таким темам, как инфраструктура «Рунета», интернет-бизнес, развитие экосистем, реклама, платные сервисы, веб-разработка, мобильные технологии, безопасность в сети, инвестиции и интернет-предпринимательство. Таким образом, специалисты подготовятся к двум знаковым событиям. Первому в истории России аукционному распределению частот в сфере связи он пройдет 29 сентября. А в начале ноября в Женеве состоится Всемирная конференция радиосвязи, где будут решаться стратегические вопросы развития отрасли.